друзья всем привет сегодня тема выпуска как исправить свой косяк точнее тут получился косяк у нас смежный ну первый был конечно мой короче давайте обо всем по порядку пришел ко мне заказ на вышивку вот таких кофт они уже частично забронированные здесь сделали пленку на них и принесли мне на вышивку вот разработали дизайны их было два на одной попросили сделать два дизайна вместе кофте и 3 кофты просто с одним дизайном он таким медведем и на них должны быть разные надписи вот здесь написано fk дзержинка то есть футбольный клуб дзержинка здесь должно быть написано ска дзержинец то есть спортивный клуб дзержинец вот собственно это стало послужило причиной ошибки невнимательность расскажу как было когда мне принесли эти логотипы то есть были просто картинки скинули нгшные я здесь же заказчица сразу накидал написали мы надписи fk сдержинка и ска сдержинец я их сохранил у себя сразу впроге она говорит типа я потом сброшу название шрифта чем надо написать написал просто в реале там чё 1 был текст все потом я короче сделал сделал дизайн и написал шрифты эти написал ну ей показываю маленько выехал здесь что он там было поменять шрифты вернее как здесь на красном вернее вот здесь вот на зеленом логотипе ведь это тоже из надпись только по-английски fk дзержинка шрифт russo one ну и как бы я его исправил обратить что забыл что их тоже надо исправить на ноги надо исправить его ну ладно хорошо вообще не проблема беру короче на первом зеленом логотипе исправляют потом просто его короче копирую и вставляю во второй дизайн и таким образом короче я перепутал шрифт надписи то есть я одно и то же надпись взяла скопировал на второй не поправляя все скопировал короче скидываю заказчицы фотография в отцепчик она грастью отлично вышиваем этому все ништяк ставлю и начинаю вышивать до этого я вышивал первый логотип одинаковый логотип а вот здесь как он должен быть каким размером здесь побольше потому что я перекрывал травмированное полотно дело в том что раньше я работал с такими тканями и было как бы все нормально то есть я как обычно на футболку делал сюда клеевую подкладывал плюс еще стабилизатор снизу и начинал короче вышивать я получался огонь в этот раз я сделал так же начал вышивать и смотрю короче и начинает собирать ну то есть натурально это я так понял что по какой-то причине наверное слишком может быть лащеным или чё и началась ткань ткань как бы скользкая сама по себе это же синтетика вот на очень хорошо тянется и начала просто ткань смотрю прямо в пальцах начинает собирать то есть вышивать и перед ней вот так вот пузырем короче ткань сгоняется собираются я смотрю блин думаю что-то не то но это последний наделся что как бы все получится вот и у нас здесь сначала полностью на медведи закрывается белый контур и потом на нем начинается здесь вышиваться обводки я короче белый контур дошивается это посмотрю что ну не то пальто по краям там еще стяжки вот эти как гусиные лапки не знаю как назвать появляется дом нет стоп машины короче не стал вышивать и добавил короче укрепление и с укреплением получается вообще просто вот так не какие-нибудь там строчка по периметру строчка по центру а именно татами когда зашиваем большие плоскости надо делать укрепление тотами короче я сижу разбираю вот этого своего медведя 33 футболки постаново приготовился там частично две уже запярил одну поставил отшиваться как бы у меня все на мази сел медведи которые косячный получился разбирать сижу разбираю 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 разбираем и такая махра нитки сыпется как видите он не весь я даже футболку не стал вчера уносить то есть это уже второй день продолжается попе я вчера за час примерно чуть больше это все дело отшилось я вчера целый день разбирал медведя и надпись одну и сегодня 12 сейчас одну разобрал все буду вторую разбирать сижу коржи разбирают махрушки и пишет мне ватсапе заказчица александр а ведь только сейчас обратил внимание у вас надпись не такая а я уже все вышел короче метку чё за заказ на хокке сижу свой косяк разбираю и выясняется короче что еще не то я там сделал короче из положения как надо выходить сами понимаете когда у нас вышивку сделал надо мы ее распарываем но ткань то травмирована но он чем-то и как-то закрывать я предложил сделать застил ну конечно же прежде чем сделать застил надо разобрать старую надпись собственно в этом и заключалась основная сложность всей этой процедуры да такие моменты тоже случаются и ты должен быть к ним готов ведь профессионал не тот кто делает все очень четко и клёво всегда а тот кто умеет исправлять свои ошибки тот кто найдет выход с любого положения вот такие мишки у нас были и вот он один у меня такой остался потом написано в кадже жимка вот так выглядит разобранная надпись как видите ткань травмирована они не лезут как бы них об этом не какая-то синтетика но все равно вот эти маленькие дырочки естественно хохоряшки тут всякий их надо закрывать и чтобы закрыть ничего другого не осталось как сделать вот такой застил сплошной застил и на не можем написать искать заженец тут конечно же возникает еще другой вопрос и сложность как сделать как попасть к нам на это место сейчас вам все это покажу итак открываем наш дизайн копируем надпись control c создаем новый проект control n и вставляем скопированная control в позиционируем надпись при помощи направляющих и для начала от руки накидываем нашу рамку затем добавляем направляшек и оттачиваем геометрию нашего застила когда границы застила определены копируем его control c и сразу же нажимаем control в обратите внимание у нас появился второй такой же застил который теперь нам надо конвертировать в строчку кликаем на нужный слой и выбираем строчку и чтобы в дальнейшем обстрочка перекрылась застилом затягиваем ее внутрь контура в дальнейшем когда мы будем пытаться попасть на нашу травмированную область именно обстрочка и поможет нам сориентироваться ну отлично здесь мы видим что вся травмированная ткань вся вот эта область находится внутри строчки то есть мы как раз попали туда куда нам надо это здорово можно продолжать закидывать вот здесь чуть-чуть промазал видите вот осталось травмированные кусочки здесь надо чуть 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 повыше поднять отлично вот теперь мы попали видите нижнюю строчку вот это придется убрать потом по окончании вышивки итак заказ завершён я уже оповестил заказчика завтра перезаберут сейчас уже 6 часов вечера вместо двух часов заказа я потратил на него полтора дня потрахался у меня болят пальцы от распарывателя кстати распарыватель затупился на 1 новый будет купить я нормально так под паром у у меня такое случается уже второй или даже третий раз наверное но не в таком количестве что это отпорол там неплохо раз тоже со стабилизатором напоролся под двух нитку не положим клеевую положил просто обычную и зафигачивал тоже все стянула потом пришлось увеличивать и делать побольше за качество осталось довольно тогда сейчас надеюсь тоже все понравится но я лично доволен по сравнению с тем что было и тем что стало чё чё я думаю об этом думаю о том что думаю я об этом так что иногда судьба подкидывает задачки как бы проверяю нас на крепость что мы за люди такие я мог спокойно сказать например бренд вы мне одобрили там весь заказ я вам сделал чего теперь хотите давайте забирайте так как есть или там давайте доплачивайте мне я не собираюсь брать абсолютно никакую доплату заказчика как бы я сделал работу свою просто ко мне пришел человек дал мне денег сказал вот александр сделайте я сказал все я сделаю но вернее не дал дал аванс мы договорились на сумму произошла непонятка вместе виноваты скажем так ну и я считаю что любой порядочный исполнитель должен принимать на себя риски заказчик не должен ведь с этим заказчик не должен геморрой ничто должен просто дать деньги получить результат лично я хочу получать всегда такой сервис когда обращаясь какие другие конторы я же тоже являюсь потребителем других сферах автосервисы парикмахерские услуги и т.д. и т.п. вот то есть я поступил так как подсказал мне сердце я все исправил поправил потратил время приобрел бесценный опыт как и обычно уже сколько можно друзья проявляйте терпение заказчики конечно попадется мудак можно его нахер послать но я с такими даже не сразу сейчас наверняка заходит чем-то начинает на я вот здесь вот такой вот у меня очень много денег я человек говно я сразу говорю я так не делаю давайте идите другое место там управляю куда-нибудь у меня здесь обычный салон и для вас он не подойдет по рангу как то вот так можно объяснить да так общем то с нормальными людьми конечно хорошим и общаться да терпение удачи сил набирайтесь опыта все берегите себя самым данным всего доброго пока 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 пока